И Слово Божие говорит. Очень важно, чтобы мы просто и шли за Богом, познавали Его, возрастали в Нем. Если есть то, чего мы можем не понимать, то это мы просто не понимаем. Но у Бога нет ничего невозможного и у Бога нет никаких ошибок. Понимаете? И очень важно, если Господь, используй меня там, где ты хочешь меня использовать. Это очень важно. Поэтому кто-то хорошо своим друзьям проповедует, кто-то с большой кафедрой, кто-то хорошо поет. Есть другие люди, молитвенники такие, что все вымолят. Понимаете? Я помню один раз, как-то перед Новым годом звонят мои друзья с Израиля. Мы специально евреев не ангелизировали, но нас... В Сарапе тоже было много евреев, около 30 человек живет сейчас в Израиле. И там у нового брата юбилея 80 лет, у одной сестры 60 лет, там еще кого-то. И вот приезжайте к нам в Израиль. Я говорю, я собираюсь в Руси ехать, но мне сложно. Как бы много таких вот преград, но хотя я хочу в Руси поехать. И хочу, конечно, там приехать. А мне говорят так, вы только скажите, вы хотите или нет? Я говорю, я очень хочу, но чисто мне сложно. Это буквально, я не знаю, может, каких, 6 лет назад, я помню, как-то вот такой звонок. Мне говорят, ну мы тогда будем молиться, Бог все сделает. Вы понимаете, я когда смотрел, что у меня такие обстоятельства, и в России не получается поехать. Я уже не говорю за Израиль. И потом один раз я еду в машине, и просто Дух Святого настолько наполнен, и я прямо с слезами глазах, я не такой, чтобы скоро заплакать. У меня в церкви, не знаю, в Омске, наверное, никто никогда за все эти годы со слезами видел. Но есть моменты, когда Бог тебя касается, просто переживаешь Божье присутствие. Я еду, аж остановился. Заехал на парк, и я молюсь за Руи Господи. Ты видишь мое желание побывать в России? Конечно, хотелось бы еще побывать в Израиле. И там немножко с финансами было сложно, то с тем, то есть, ну много таких обстоятельств, где-то вопросы по работе. И я потом думаю, на всякий позвоню. Сколько билет стоит мне там еще? Пастор Слав дал телефон одного брата, который где-то в Талифорнии занимается. И он, ну, говорит, такая цена получается в Омске. Я думаю, это нормально. Я говорю, слушайте, а если еще я на Кудур, когда буду ехать в Россию, либо возвращаться там из Омска, если я в Израиле еще на 5 дней, смогу съездить туда-обратно, с Москвы, Талифорнии обратно. Он смотрит, смотрит, слушайте, поверь, я не могу. Всего 230 долларов доплатить. Понимаете, я беру эти билеты, тут мне клятся, чтобы Бог деньги дает, знаете, что-то свои, что-то друзья. Вы могли, знаете, я побывал в России, я прилетел в Израиль. Настолько люди были довольны, потому что многие давно уже в Израиле. Я, ну, где-то больше 15 лет, я с ними только то, что мы где-то перезванимся. Понимаете, Бог многие вопросы как-то так делает, устрояет. И Бог часто, знаете, вот делает невозможное, возможно. Знаете, это не то, что я вот всегда это захочу, и Господь... Я вообще с тобой не буду говорить, если ты мне не ответишь. Это не детские капризы у нас должны быть. Но у нас просто есть здравие желания пред Богом. А Бог, часто, знаете, делает больше, чем ты думаешь. Понимаете, вот часто будут такие обстоятельства. Поэтому служение Богу, это прекрасно. Потому что, я говорю, я жил в христианской сети. Может быть, в третьем поколении, вот как мне дедушка, бабушка, они в 35-м году, они уже были в ангельского учения, как и мы. Родители мои. И, знаете, я просто видел, что Бог в их жизни делает. А я думал так, если буду верующим, я художественным техникам учился. Я мечтал, был художником таким. Закончил техникум художественным. Потом, наверное, в академию хотел ехать учиться. А среди студентов, художников, что тогда можно было ожидать среди людей культуры? Это немножко, знаете, движение средней молодежи не всегда хорошее. Просто, говорю, это очень культурно, понимаете. Вот. Я благодарю Бога, что мне было 17 лет, когда Бог просто коснулся моего сердца. Я не помню, о чем проповедовали на покрове моей бабушки. Я не плакал за бабушку, потому что она уже болела там несколько месяцев. Мы уже знали, ну это возраст. Как мы все это понимали. Но что-то Бог положил, что-то сердце, мой разум открылся. Но, знаете, есть написано, если Бог откроет, никто не закроет. Если Бог закроет, никто не откроет. Да вот это искренно. Бог открывает сердце и разум. И ты понимаешь, что вот с этого времени надо служить Богу. С этого времени надо служить Богу. И я благодарю Богу, что мы и пути пошли за Богом. Мой старший брат, он самое позже пришел к Богу. Вот. И он сейчас живет в Украине. Он тоже там пастор церкви. Но у него очень такое интересное служение. Потому что он имеет тюремное служение. Он капеллан тюремного служения. Не водян, тюремного. То есть он ходит, проповедует в тюрьму. И когда первый раз он и шел там, Иван Франковский, в тюрьму. А мой папа говорит, слушай, там есть большая камера. Сотая камера. Номер сто. Это камера, где я когда-то сидел. Тогда верующие сажали в старинские времена. Ну, как бы тогда кто-то и так попадал. Он говорит, в этой камере я когда-то сидел. Когда мой брат туда пошел, а с той камеры сделали сейчас, ну, как бы зал для каких... для каких-то мероприятий всяких. Ну, типа как клуба внутри. И там люди начали приходить туда. Ну, как бы заключенные пожелания. От 70 до 100 человек приходят каждую неделю. Потом он узнал, что там есть пожизненно заключенные. И мой брат там спрашивает это, и начальник в тюрьме говорит, а вот эти пожизненно заключенные, вот как с ними можно как-то... Да нет, к ним никто не ходит, это люди, это... Понимаете, просто вот было смертный оказ, законы поменялись, многие из них остались, поэтому живые. Это они никому не нужны. А мой брат говорит, так, наоборот какие-нибудь, они Богу нужны. Вначале ему разрешили, он к одному пошел пожизненно заключенный, к другому он заходил в камеру и с ним конвой приходил, потому что ну, кто-то его знает, что можно ожидать от такого человека. И там первых три человека покаялись, потом другие, там около двадцати пожизненно заключенных. Сейчас он уже пять лет ходит к пожизненно заключенным. И всех пожизненно заключенных приводят в этот большой зал отдельного служения. Ну, там есть кто-то из конвоя, но их все вместе собирают. Братные, что с ним приходят люди, кто играет в гитару, пьет песни, молятся. Они иногда что-то им так приносят, но они сейчас имеют возможность компьютерами пользоваться, на свободе у двуих жены с детьми покаялись, ходят в церкви там, где они живут. Вы понимаете, у меня вот здесь даже, как-то вот прислал буквально на этой неделе, как он одному брату как бы такой приз принес, потому что там на Украине в тех областях, в среде церквей был конкурс, ну, на крестьянской поэзии. Один из них 24 года просидел, когда покаялся, начал, никогда ничего не писал, и читать, если он не любил. Начал стихи писать. Он как бы какой-то на свободе занял вот, ну, среди христиан, как бы, он хотя в тюрьме, но его стихи, как бы, издавались. Он, брат, пришел, ему там вот этот приз, а первое место, что он по стихии, а другой там смотрю на фотографии, на дальнем плане стоит, то 37 лет просидел, то 24. Люди, которые, понимаете, у которых когда-то не было вообще надежды. И даже оно сейчас, как бы, ну, по жизни он заключен, это очень редко, когда что-то меняют. Но они довольны, что они пришли к Богу. И мой брат говорит, я как-то и шел в тюрьму, и вдруг мне пришла такая мысль, кто первый стал христианином вообще? Кто первый принял Иисуса? Он говорит, это зек принял. На Христе было два разбойника. Один из этих разбойников он принял. Прежде Иисус Христос должен умрать, кто первый принял? Разбойник. Вот, это, говорит, зек, это заключенный человек, которого просто на казнь вывели. И, знаете, это, это Бог. Поэтому я говорю, что я за брата всегда молился. И брат уже был женат, у него было трое детей. И, знаете, у него хорошая работа. Он там товары возил с мясокомбината. Это, естественно, знаете, связи по всем базам, по всем магазинам и во всех местах. Вот, это так вот было. И, ну, как бы так. И, знаете, когда Бог его коснулся, я молился всегда за него. И там некоторые говорят, да, никогда не придет к Богу у него. Ну, деньги есть, и работа хорошая, и все вот эти связи. И один раз мой папа, помню, приезжает из этого села, говорит, мы молились, а там кто-то сказал, один брат, что что-то ему Бог положил на сердце, что он как бы не предназначен для спасения. Я говорю, папа, ну, ты в свое время сидел в старинское время, как христианин. Ты веришь, что он... Я никогда не поверю такому. Я никогда не поверю, что Бог вот такое может открыть, когда мы за человека молимся. И буквально через два месяца мой брат покаялся. Он хороший проповедник, понимаете, служит Богу. Поэтому, знаете, в нашей жизни мы видим наших родных, близких. Знаете, я думаю, что у вас у многих есть друзья, дети, родные, родители, ну, то есть окружение друзей. Кому хочется что-то хорошее сказать, пожелать, знаете, что самое лучшее. А что самое лучшее, когда человек приедет к Богу, когда мир с Богом. Много денег не делает человека счастливым навсегда. Знаете, с одной проблемой человек попадает в другую. Ну что, мы будем заканчивать. Будет вместе урок или уже нет? Нет, не будет. Уже все. А, а то я не буду. Все, друзья, в шесть часов. Я уже не хочу вас больше. Мне так приятно, что она говорит, потому что есть много того, что ей в сердце хочется сказать. Просто хочется сказать и передать. И когда идешь в служение Богу, просто есть то, что когда Бог тебя использует. Иногда ты с кем-то... Бываешь где-то уставший, с кем-то встретишься. Кто-то тебя приглашает. Или встретишь кого-то из старых друзей, кто против Бога выступает и вообще говорит, что ты не за Богом. И ты начинаешь говорить. И ты потом уже три чувствуешь, что Бог начинает через тебя ему говорить. И потом человек изменяется. И ты идешь домой. Ты уже, ты был уставший. А ты тут летишь. Пошли как на крыльях. Понимаете? Потому что ты в воле Божьей. Поэтому, друзья, хочу с вами помолиться, чтобы Бог вас благословил. Чтобы Божье призвание, те Божьи планы, Божьи намерения, которые есть у Бога, чтобы они состоялись. Чтобы вы были людьми, посвященные на Богу. И чтобы действительно вы могли видеть свое служение. Потому что это нет лучшего, чем служить Богу. Хорошо? Понимаете? Понимаете? Хорошо.